Я все еще пытаюсь вести по нескольку каналов на Яндекс.Зен Хотя, похоже, в этом нет никакого смысла Ну, сами посудите, пишешь ты пишешь, много пишешь, а доход не такой высокий, как хотелось бы Ну, плюс меня не взяли в Нирвану, а было бы намного интереснее, если бы я вел хотя бы один канал, но в Нирване Хотя я бы, наверное, больше рассказывал своим зрителям о том, что там творится, поэтому не очень, наверное, люди хотят, чтобы я сливал эту информацию Ну да ладно, меня туда не взяли, потому что сказали, что на одном из моих каналов есть какие-то нарушения Ну, не взяли и не взяли, черт бы с ним Если честно, то с нескольких каналов на Яндекс.Зен даже как-то попроще зарабатывать Ну, то есть, Зен как-то устроен так, что на одном канале у тебя вдруг появляется более-менее нормальный заработок На другом он проседает и падает на дно Я не знаю, если бы, может быть, был один канал, то, возможно, все было бы стабильно Может быть, он как-то от одного отнимает трафик, переливает на другой в зависимости от успешности статей Но нужно понимать, что ни на одном канале не будет так, что всегда все статьи будут успешные Всегда то подъем, то падение Такая вот спиралевидная графика Но статистика Зен в последнее время меня очень смущала Об этом сегодня и поговорим А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем О чем я говорю? В свое время тревел-маньяк очень жаловался, что статьи живут три дня, а потом умирают Ну, якобы они вот быстро прокрутились и дальше все, стопорятся В общем, нажаловался он за наводом, и они все исправили Исправили так, что лучше бы вообще не подходили Раньше хорошие статьи стабильно взлетали и так же скоротечно падали и больше не крутились После того, как все подкрутили, статьи стабильно стали просто не крутиться Не важно, какой был CTR, не важно, как хорошо там их лайкали, не важно, как хорошо подписывались на ваш канал Был такой вот ровный штиль, все шло-шло-шло ровно Никаких всплесков Статьи, может быть, и докручивались, но такими мизерными темпами Что, ну, как я уже сказал, лучше бы вообще не прикасались Я в свое время грешил на то, что во всем видовата реакция пользователей Ну, то есть, есть вот эта реакция общая, реакция подписчиков Об этом я даже ролик отдельный снял, в подсказках его прикреплю, посмотрите Но, посмотрев немножко статистику, я в последнее время немножко усомнился в своих выводах Чтобы было понятно, давайте я вам покажу эту статистику, давайте перейдем в нее Не так давно я снимал видео, где показывал статистику и говорил, что параметры такие, как CTR, лайки, подписки Теперь не так сильно влияют на продвижение статьи Что гораздо важнее вот эти вот параметры, где общая реакция отражена и реакция подписчиков отражена Ну, по сути, дизлайки, кому ваша статья не нравится, кому ваша статья нравится А высокий CTR не так сильно влияет на продвижение Хотя вот у этой статьи реакция у нас общая и подписчиков не такая высокая Но статья все же крутилась Тем не менее, дальнейшие мои статьи, несмотря на все же высокий CTR, но я считаю 12-13%, это довольно высокий CTR, они как-то не очень крутились, виной тому, по моему мнению, была, опять же, невысокая реакция, то есть вот 25%, 38%, опять же, я говорю про реакцию общую с подписчиками, это все понятно, хотя вот у этой статьи невысокая реакция подписчиков была. Тем не менее, вот 31-38, и они как-то не очень активно крутились, тут вот число дочитываний 6, 6, 4, 433 дочитывания, ну потому что здесь и низкий CTR, реакцию даже не рассчитал, время дочитываний 73%, но обратить ваше внимание, я хотел все-таки на одну из последних статей, где у нас и реакция общая высокая, и реакция подписчиков высокая, то есть 74%, 85%, среднее время дочитываний 2 минуты 20 секунд, дочитывают 90%, 19,7 CTR, подписки 39 и количество лайков 1897, у нас прочитали эту статью 49,825 человек, ну то есть раньше при таком высоком CTR ничего не было, я имею ввиду, не было кардинальных всплесков, о чем я говорю, ну то есть вот у этой статьи 49,825 дочитываний, ок, смотрим ниже, есть тоже высокие 38 тысяч дочитываний, здесь у нас 21%, вроде бы ничем не отличается, разве что у нас реакция не очень высокая, количество лайков в принципе сопоставимо, количество подписчиков между этими статьями сопоставимо, разве что, ну когда у нас была опубликована эта статья, а вот еще чуть раньше была статья, где 95 тысяч дочитываний, и тут реакция тоже очень положительная, 73%, 3000 лайков, она 2 июня опубликована, вот эта вот статья 15 июня опубликована, и вот эта вот совсем недавно опубликована, получается 4 июля, так вот это я все к чему, к тому, что вот эти статьи, которые раньше выстроили, они на общем графике вообще никак не отображаются, то есть если мы посмотрим, перейдем сейчас в метрику канала, поставим где-то месячный график, давайте перейдем в месячный график, вот он уже автоматически стоит, у нас как бы первая статья, когда у нас там вышло, давайте посмотрим, 2 июня, давайте откроем даже 2 июня, у нас здесь посетителей 12 622, на следующий день 23 000, ну и потом резкий спад, 23 000, 8 000, ну и пошло-поехало, смотрим дальше, следующая статья, 15 июня у нас было 38 363 дочитывания, давайте посмотрим 15 июня, июня 15, и собственно 15 июня у нас вообще ничего не отображается, то есть график как ровно шел, так и идет, вот здесь небольшое 16 8 000, 17 чуть-чуть 15 000 посетителей, ну и потом вот 2 дня продержалось 15, и опять ничего, то есть 9 999995 и скатывалось вниз, это я все опять к чему, к тому, что вот последняя статья, которая у нас появилась, 49 825, у нас она выстрелила, и получилось, что у нас в понедельник 42 000 человек зашло, 42 000 посетителей, чтобы вы лучше понимали, давайте я лучше покажу это в деньгах, ну то есть перейдем, у нас вкладка монетизация, и где-то вот если посмотреть, у нас в последнее время приходило, ну очень мало денег, то есть никаких резких всплесков по деньгам в последнее время не было, то есть здесь вот допустим 20 372 рубля, на следующий день 235 рублей пришло, потом за 2 дня 435 по 200 рублей, потом 369 опять за 2 дня, это по 150 где-то пусть рублей, здесь потом за 3 дня вообще пришло 459 рублей, здесь вот 334, ну вот так вот потом скатилось вообще, что 197 рублей за 2 дня, это чуть меньше 100 рублей, потом 238 за 2 дня, это по 100 рублей, и просто вот когда у нас вот этот всплеск случился, у нас 799 рублей приходит. Получается, что нам здесь за один вот такой вот всплеск, 42 000 посетителей заплатили 800 рублей за один день. Как видим, все-таки небольшие изменения произошли, ну то есть раньше было вот так вот, что мы публикуем статью, несмотря на то, что у нее высокий CTR, несмотря на то, что она набирает там под сотню тысяч дочитываний, на графике это почти никак не отображается, ну что такое там, допустим, в этот день я ее опубликовал, и там через пару дней небольшой всплеск по посетителям с 8000 до 15, ну практически незаметно, то есть статья успешная, но как бы на графике это не особо отражается, по деньгам вообще никак не отображается, ну то есть 200 рублей на одном канале, опять же у меня несколько каналов, вот на одном канале там по 200 рублей приходило, наступили тяжелые времена, вообще по 100 рублей стало приходить, ну тем не менее. И вот сейчас, не знаю с чем это связано, но как вы видели, был всплеск в 40 тысяч, 40 тысяч, это даже не 90 тысяч, это в два раза меньше, тем не менее, всплеск 40 тысяч посетителей, и нам приходит за этот день 800 рублей, ну довольно неплохой результат. Я не спорю, может быть это какая-то разовая акция, и дальше вернется все на круги своя, но в последнее время на Дзене было довольно много изменений, совсем недавно прошла кое-какая зачистка авторов, которые накручивали по всей видимости какие-то лайки и посетителей, может быть вот этот вот трафик, который раньше им лили, то есть каналом с какими-то нарушениями, этот трафик взяли и сейчас перераспределили на другие каналы. Если это так, то подобную картину мы будем наблюдать и в дальнейшем, и если это так, то на Дзен вновь появится смысл писать, ну то есть о чем я говорю, не важно там сколько раньше жили статьи, 3 дня, 5 дней, 10 дней, какая разница, если за это не приходили вообще никакие деньги. Там CTR 25 у статьи, ее читают, там набирает она вот, как я показывал, 95 тысяч дочитываний, а толку от этого ноль, вам приходит 200 рублей. Если же сейчас, после зачистки, или не знаю, не связано может это с зачисткой, но тем не менее, если вот сейчас будет так, что ты пишешь успешную статью, и тебе действительно за это приходят хоть какие-то деньги, вот мне пришло 800 рублей с одного канала, и раньше я писал на этот канал по 2 статьи в неделю, иногда по 3 статьи в неделю, ну максимум по 3 статьи в неделю, ну потому что смысла опять же никакого не было, денег мало приходило на этот канал. Если сейчас будет приходить нормально, то почему бы не писать на этот канал? Почему бы не выделить еще один лишний час времени, сесть и что-то делать? Потому что бесплатно никто работать не хочет. А уж там пару дней будут жить статьи на Яндекс.Зен, как я уже сказал, или пару недель, пару месяцев, это уже не так важно, потому что лучше пару дней, но чтобы деньги сразу и в большом объеме пришли, чем вот так вот как было, то есть статья вроде выстрелила, но ты это вообще никак на своем кошельке не ощутил. Почему статьи раньше, может быть и сейчас жили пару дней, в принципе понятно, потому что ты выпускаешь статью, она активнее крутится в ленте, читатели ей интересуются, заходят, переходят, читают, но потом появляется все больше и больше статей ваших конкурентов, статья уходит вниз и уже читают их статьи, тут все понятно. Другое дело, что раньше это так работало, ваша статья первое время крутилась, первые несколько дней, а потом скатывалась. Потом из-за большого числа авторов это вот как все нивелировалось. То есть статья только появлялась, не успела начать крутиться, а ее уже конкуренты, так скажем, подавляли. И был шанс, получается, только у крупных каналов, каналов-миллионников, у которых там большая аудитория, у них как бы своя аудитория, за счет этой аудитории они выходили опять в топ, и как бы новые каналы у них не было никаких шансов, у старых каналов с большой аудиторией шансов было намного больше. И вот сейчас, после вот этой вот чистки на Яндекс.Зен, конкуренция стала немного меньше, и я думаю, есть шанс попробовать писать опять. Понятное дело, что на Яндекс.Зен будут постоянно заводиться новые каналы, будут опять появляться конкуренты. Другое дело, как будет опять вот с этой чисткой. То есть, если Яндекс.Зен будет следить за чистотой, если он будет банить каналы, нарушающие правила, опять же, каналы, которые используют автоматическую накрутку, тогда все будет нормально, тогда будет стабильно как-то держаться вот эта вот ситуация, и можно будет нормально здесь зарабатывать. Если нет, если опять все пустят на самотек, если правила опять будут нарушаться, если контентный спам будет опять массово появляться в ленте, то никакого смысла в этом нет, и можно опять, там, не знаю, короткий перевод позарабатывать, а потом опять остаться ни с чем, еще и лишиться канала. Потому что все авторы на Яндекс.Зен равны, но некоторые равнее Надеюсь, эта пословица уйдет в прошлое Ну а у меня на этом все Подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь До новых встреч, пока!